Так как у нас осталось мало времени, давайте решим все-таки, что мы будем обсуждать более подробно, а почему мы пройдемся поверхностно. То есть что бы вы хотели сегодня услышать? Как записывать видео, как делать анимированные видео, как редактировать видео, какие инструменты для эффективного чтения в классе, потому что кто-то писал в комментариях, что как давать чтение, чтобы студенты читали, как сделать свой классрум, то есть онлайн-классрум, как сделать контент, который вы можете грейдить, либо какие-то интерактивности. Вы можете выбрать один или несколько вариантов, когда вы голосуете, и сейчас мы поймем, о чем мы будем все-таки говорить больше, о чем меньше. А можно обо всем и сразу? Обо всем и сразу? Ну да, но о чем-то побольше, о чем-то поменьше. Я могу сказать, что будут скорее смысловые блоки видео про чтение и уже все, что будет про классрум относиться. Просто внутри этих трех смысловых блоков, чтобы понять, на что мы делаем акцент. Цель этого задания – показать, что мы можем индивидуализировать под запросы аудитории те материалы, которые мы подготовили. Но в любом случае есть раздаточные материалы, и там можно это все углубить. И мы очень извиняемся, раздаточных материалов пока нет на этой неделе, мы вам пришлем их чуть позже, мы не успеваем их доработать. Поэтому мы вас очень просим написать все-таки, какой функционал вам нужен, то есть приложений, может быть, либо заданий, чтобы мы нашли инструменты и поделились с вами бесплатными и платными инструментами, которые вы можете использовать в своем курсе. То есть пишите это все в чат, либо вот здесь есть поле с вопросиками «Задать вопросы к слайду». Так, ну опять 43 человека, сегодня у нас всего 125, поэтому давайте пойдем дальше. Значит, мы поговорим про видео прям хорошенько, про то, как делать видео, про какие видео бывают и про анимированные видео в частности. Так, поговорим по Classroom, ну и тогда немножко затронем про reading. Все хорошо, поехали дальше. Видео является необязательным, но очень желательным и очень важным инструментом онлайн-класса, и вы можете его использовать не только в онлайн-классе, то есть не только в MOOCs, но и в перевернутом обучении, и в blended обучении, то есть смешанном обучении. Оно помогает студентам подготовиться к классу, и это более интерактивный способ по сравнению с книгой. Почему-то у меня плохо листаются слайды сегодня. И давайте такой быстрый вопрос. Как вы считаете, какая оптимальная длина видео? То есть сколько минут видео студенты смогут посмотреть? Подвиньте слайдер от единицы до 60, чтобы поюнили среднее по больнице. Сколько ваши студенты выдерживают смотреть видео? Или сколько вы ожидаете от них, чтобы они посмотрели видео, когда вы записываете?